Приветствую всех постоянных зрителей, а также случайных гостей моего ютуб канала про установление. ЗИЛ-131 это трехосный грузовик, который был главной серийной моделью для труднопроходимой местности от завода имени Лихачева в период с 1966 по 1994 год. Грузовики ЗИЛ знают практически все, как на вид, так и на прочность. Этот автомобиль многие годы работал на бездорожье СССР, а потом и в странах СНГ, снабжал армию и другие спецслужбы. Сегодня речь пойдет о автодоме, сделанной на базе этой легендарной машины. Изначально ЗИЛ хранился на долгосрочном хранении в воинской части до 2002 года, затем был выкуплен с пробегом всего 300 километров в Украине. Машина действительно попала в хорошие руки мастера, который привел ее в порядок. Если заглянуть в кун грузовика, то там вас ждет несколько диванов, что придает машине уют. На полу лежит ковролин, а по всей площади все обшито, как говорит владелец, кожей, собственно, как и в кабине. Колеса тоже необычные, а с более агрессивным и широким протектором, так называемая широкопрофильная резина. Такая же устанавливается на технику, которая может преодолевать серьезное бездорожье, вплоть до заболоченной местности. Из дополнительных удобств камера заднего вида, два магнитофона, столбы с фонарями, ящики для хранения вещей, в Кунге автономка печка, работающая от солярки. Сделана виброизоляция и шумоизоляция всей кабины. Вот таким образом, военный ЗИЛ-131 успешно был переделан в хороший грузовик-автодом. За такой полноценный дом на колесах, для выездов на природу, охоту и рыбалку просили порядка 700 тысяч рублей. Огромное спасибо владельцу за этот великолепный грузовик. А как вам такая машина? На этом сегодня все. Лайк, подписка, колокольчик. До скорых встреч.